Девушки отдыхают Девушки отдыхают Команда отчаянных ребят, джиперов, любителей бездорожья, любителей приключений собрались и уехали на 9 дней из теплых постелек от своих семей поехали покорять в первую очередь себя, выйти из зоны комфорта и кайфануть от того, что любые приключения это еще одна страница в нашей жизни Лучший план это отсутствие плана, все по обстановке, все меняется очень быстро и мы подстраиваемся Добрались до Элисты, сейчас заедем в буддийский храм посмотреть На въезде в Дагестан наш пикап китайский остановили Очень много ГАИ, людей с автоматами, с оружием, стоим ждем Надеюсь, что они решили узнать, что это за китайский зверь в краях Дагестана Приехали пацаны, приехали пацаны, что там было, что стопорнули Я могу рассказать И сколько? 550 рублей 550 с каждого? Ну нет, он просил, он говорит, тысячу дадите и поедете У нас были 5 тысяч, это 5 тысяч Причем, что интересно, что он сказал, что если не хотите проблем и не хотите долго здесь остаться И давай вот так вот Короче, заплатили за въезд, да? Ну это от души, он говорит, слушай, братан, ну это же от души От души Братская же страна Погнали Так и называлась труба против перекати поле Все так, с этой целью я ей поставил Я загуглил, что нас ждет в пути на Дагестан У блогеров все по фатре Я думаю, нет, надо ставить на ошибки Бешеные перекати поле, вот эти сумасшедшие Дикие, дикие перекати поле Надо от них защищаться Паркитосам все бесплатно Долго разговаривали, сошлись Прощупывало по разным темам Сошлись на то, что мы снимаем кино Про Россию, что не страшно сюда ехать Что Россия прекрасная страна И надо показать людям, что здесь самая лучшая милиция Что можно ехать спокойненько И нигде не раздевают И нигде не обманывают Я же перестроился, блядь Стандартно через эту, блядь, гребаную полосу Ну и как всегда, там, бля, пять тысяч, бля, лишения на три месяца Или четыре, сколько там, за штрафа Потому что самое любимое, этот Я сразу же вышел, говорю, блядь Ну, говорю, говорю Все время на эту хрень, ваше, говорю, попадаюсь Все время, блядь, говорю Вы за скорость не ловите, так мы уже радар отобрали Говорю, лучше бы вам радары отдали, говорю У нас в Беларуси за скорость самое жесткое наказание А, говорю, за эти полосы, говорю, у нас эти полосы Я тут понарисовывали тут сами себе Ну, скажу, что кино снимаем про Дагестан, про Россию Что не страшно ездить сюда, говорю Хотим рассказать всю правду Что здесь самые честные Полиция, милиция Что здесь действительно красивая природа Что хорошие люди Что к любому, как говорится, туристу относятся Как к своему родственнию Там даже второй, по которой капитан Чуть ли не прослезился, говорит Все, счастливого пути вам, Александр А этот еще говорит Да нет, нет, мы тут еще разговариваем Спешим на помощь Где-то наш китайский Грейт Волпойер засел Вызвал на помощь УАЗ Ну, а мы сейчас поедем, посмотрим Как там и что произошло Вот такие вот делишки Не просто так все было там, не просто А переживали, оффроуда не будет Вот вам и оффроуд Завтра утром будем забирать Потому что ее отсюда не выдернуть Короче, кидаем Да, ну оставляем тачку на ночь Ну, на заднем приводе Ну, вот так вот Опытный, да Опытный, да, опытный А сейчас начинается еще интереснее Найди крюк А его нету Ну, а скоро темнеет и медведи В любой экспедиции есть Главный организатор, босс Назови его как хочешь Который дает команды Куда едем, как едем И где можно проехать Потому что пройдет ножками проверит Ну, в этот раз просто отвлеклись Пока поставили оператора На нужное место Поэр решил чуть-чуть проверить Уже размяться Или разогреть полный привод А сейчас вот так вот и разогрелись Теперь, если бы не УАЗ с лебедкой Остались бы тут ночевать Давай сюда За дугу? Да, да, да Или ты нашел? Рюк торчит Блядь Нафер снимать Ай, диски красивые Двадцать вторые по щебенке идут Ай, сочно как там А он тонет Та сторона хорошо затопила А как вы вылезли с той стороны? Маленькая горная речка Так вот Засосала китайца Ну, как думаете, проедет тут китайц или нет? Да, не поедет глубоко Двадцатые диски Полный привод Понижай-ка И все Нет, тащит, 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 тащит Тащит, хорошо тащит Борется, борется и тонет Форточки, форточки Смотри, смотри Смотри, как надо Говорит Дастер Проверять Но здесь уже нечего проверять Вместе со штурманом полезли Дастер, дастер, красавчик Ну вот как надо ездить Ну вот как надо ездить, ребят Ну какие могут быть вопросы Ну, дастер может Дастер может Человек вообще в спокойствии Красавчик Смотри, что вытворяет УАЗ Ой, ёх ты Да УАЗ Жестко пошел Сейчас там будет выпрыгивать В Тойоте едем В Тойоте Давайте познакомимся Меня Саша зовут Вас Гаджи Гаджи Сейчас мы будем подниматься Гамсутер Селение Гамсутер Заброшенное село А круглый год Сюда можно подниматься Да, да А почему заброшенное мы ехали Люди уехали По какой причине А там трудное место жить Дороги не было Эти дороги раньше не было Оттуда сверху была дорога А давно уехали? В 65-м году начали постепенно выезжать Кто куда В 2015-м году последний житель умер Последний житель умер, да? А много вообще было людей Там или дворов, семей? В 65-м году пределы 90 хозяйств было 90 хозяйств было? А чем они там занимались? Ну, животноводством? Животноводством сажали Вот это все В основном Животноводство А название Гамсуль От чего происходит? Типа от Ханское какое-то там Непонятно Ну 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 непонятно Ханское Что-то Что-то Короче Около Больше 2000 лет Говорят Кто-то 4000 лет Говорят Раньше оттуда была дорога Ага Эти дороги не было Эти вот В 75-е годы сделали Вот эту дорогу Все продукты С речки На осликах На себя таскали То есть продукты все на осликах полностью А там вода была откуда? Горная? Да-да Там родники было С этой стороны С той стороны Два родника Школа была Приемная Четыре класса А какие-нибудь знаменитости есть? Ну не знаю Люди знаменитые Из этого поселка? Ну из-за всего Ну Раньше мастера были Сейчас имена не помню А мастера Что мастерили? Что делали? Ну вот эти кинжалы Все вот это Замеслом занимались Вы когда были на старте Сказали, что вы местный Вы местный из этого села? Да, я там родился А, вы там родились? А каком году? В 65-м В 65-м году родились И там четыре класса закончили Да, получается? Да, потом мы В 80-70 В первом-втором году Переехали Соседнево А семья у вас большая была? У нас пятеро детей Отец, мать Бабушка, дедушка Арестанты, выходим Выходим Все, спасибо вам огромное Вам удачи Вам надо денег дать, да? Нас было сколько? Пять человек Это 500 рублей Правильно понял? Полторы тысячи метров подъема на Гамсуль Даются очень тяжело всем Все вот задыхаются Ну, 2000 нам еще 500 подняться Поэтому, кто здесь будет Ждем фотографию с нашей наклейкой Пацаны И девчонки Я говорил в этой экспедиции Что легко не будет Или, как я люблю Говорить, лайта не будет Поэтому Все серьезно Все выходят из зоны комфорта И делают все возможное Чтобы преодолеть В первую очередь Свои страхи Вот он Настоящий Дагестан На Гамсуталь был подъем В 36 минут В 2 километра Пешочком, ножками Плюс еще сколько там 300 или 400 метров Которых я не засек Получается где-то подъем 50 минут Ребят, 50 минут Но это и этого стоит Конечно, вспотело все Подъем был серьезный Это уже пот сошел весь Ну, сейчас пройдем Посмотрим, конечно, деревушку Это здорово Как они все вручную Это я не знаю Откуда они все брали Ну, виды, конечно, клевые И это, это стоит Вот эти скалы Посмотреть вниз Горы Это, конечно Людей очень много Очень много Это с учетом того Что это будний день И не сезон Тут, мне кажется Толпа толпению А сейчас можно Кайфануть Мы в октябре Мы с паркитосами Нас ждут переключения Все еще впереди У нас только половина поездки Вот эти виды Стоят того Чтобы сюда подняться Огромный город Мне поражает просто воображение Насколько красивый Это даже уму не поддается Как вообще можно было Сделать такое руками И на такой огромной высоте Целинские большие улицы Люди сюда едут со всего мира Чтобы это все посмотреть И мы из Беларуси Вот Своей компанией Своей командой Добрались, чтобы это все увидеть Это дорогого стоит Это эмоции на всю жизнь А та команда, которая была Это уже все Это не просто друзья Это уже родные братья Село Гамсутль Паркитосы рекомендуют Вы должны сделать это Моли гостеприимны Наверное Чечня тоже, конечно, гостеприимна Но как-то вот Насчет женщин Здесь более проще, чем в Чечне Можно разговаривать У нас с этим трудности Еще бывают В высокогорных аулах Но мы-то находимся От 1200 до 1600-1800 метров Над уровнем Вот как заезжаете в ГУНИП 1234 И самая точка У высокой точки Это маяк 2366 метров ГУНИП А есть еще выше У нас горные аулы Там, да Забитые горные аулы Даже где вот машины Редко приезжают Там не то, что Страшно общаться с женщинами Просто они некомфортно Себя чувствуют Ни в своей тарелке И как-то не стараются Не общаться Это женщин Фильм, о котором рассказали о нашем путешествии Мы не старались тут рассказать Про какие-то мега крутые локации Достопримечательности Как бы ты ни рассказывал Как бы ты ни показывал Лучше всего Это увидеть самостоятельно И когда ты приезжаешь И видишь вот эту вот красоту Ты забываешь про все Что написано в интернете Или что вы видели по телевизору Либо там в ютюбе видели Вы хотите просто Это вот наслаждаться и впитывать Лучшие впечатления Это которые получили вы лично И главное Еще в компании хороших друзей Потому что с хорошими друзьями Когда ты покорил какое-то Даже не покорил А когда ты сделал путешествие Экспедицию Да и просто поехал на 2-3 дня Куда-нибудь вдаль от цивилизации Вы с этими людьми становитесь гораздо роднее На территории Гунибы Гуниб это уникальное место Уникально она и климатом Здесь можно полностью вылечиться Астматиком Вот это вот именно береза роды Она идет как лечебное дерево для астматиков Еще Гуниб знаменит тем Что здесь закончилась Считать, что здесь закончилась Кавказская война Вообще Гуниб у нас считается Уникальным местом Это во-первых климатом Во-вторых Кавказская война Ну и ходить наоборот Потому что Кавказская война здесь закончилась Или потому что климат такой Климат здесь обусаливается тем Что здесь около 400 разновидностей растений Это деревья, кустарники, травы И очень много лечебных деревьев, кустарников и трав Тут только шиповника 15 видов Тут березы несколько видов Вот это березы роды Вот это место Это березовая роща Здесь березы Вот в этом рощу У нас три разновидности березы Береза роде Это которая все только у нас И в Швейцарии Занесенная в Красной книге Его больше нигде нет Береза Обычная стройная русская береза И черная береза У нее просто ствол сероватый И называется черный И чуть выше есть Береза плакучая береза тоже Чуть выше у нас есть ботанический сад Там проводят эксперименты Сажают кустарники Подготавливают деревья и цветы К зимним Где вот наступает пораньше холода Где вот свет сейчас горит Это место, где был старый аул Гуни Пока вот Кавказская война сюда не пришла Пока Шамиля не пленили Этот аул существовал около больше тысячи лет Ну кто такой имам Шамиль? Баратинский надо будет объяснять? Знаем даже Баратинский это полководец Кавказской армии А имам Шамиль этот полководец Ну с горской стороны Он как бы наш национальный герой Только имам Шамиль имамствовал 25 лет Имамствовал, то есть он был как бы государем И вел за собой войско Имам Шамиль этот человек Который хотел свободу Кавказу Он хотел независимость Он хотел, чтобы не было феодального строя Вообще-то он и ввел на Кавказе На Кавказе он ввел, как бы сказать Уравниловку Против крепостного права Против феодализма Чтобы не было богатых и бедных Вот эту вот уравниловку он стал здесь и вести Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ни один навигатор не показывает, показывает точка, где водопад, но не показывает, где он на самом деле Сейчас вот остановимся у местных поговорить, уточнить, где здесь какой водопад и как его найти Салам алейкум Александр Приехал на родину Водопад Черхалю Черхалю вы приехали Так его нету, где он там? Вот с моста на подъем Да Поехали? Да Не проезжаем мост С моста наверх по речке тропинка есть Ага Вот там мостик и наверх тропинка идет Налево или направо? С той стороны по речке С той стороны туда по речке А здесь еще тоже какой-то водопад есть? Здесь ничего нет? Да, здесь есть Прямо вот в селе есть И вот это ущель, видите? Да Вот А тут Здесь тоже Все, я понял Спасибо большое Сколько здесь? Голов? Да Здесь примерно 250 250 голов Да Это еще молоднячок? Да, молодой молодняк Ясно А в селе там сколько людей живет? В селе 15 хозяйств 15 хозяйств, да? Да Сам местный, да? Да Из села этого А как село называется? Димитрий 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 Но оно же старое село, да? Или здесь уже все наезжие? Не Старое, но сейчас уже основной молодежь Я понял Но дорога только одна по которой мы приехали, да? Да Я понял Поедем смотреть туда водопад Все Благодарствую Хорошего всего На чем ездят местные? Вон Паджерик Уже без заднего стекла Но Полный привод Спортедж Первый Буханка Ну это вообще легенда Жигули стоит Сейчас посмотрим Может молдинги есть, как мне надо Как раз на левом крыле Это моего и нету Дача Логан Разобранная Два трактора Вот Вот Местные уже махают Наверху стоят уазы Патрол Ну вроде все А вот смотрите какая интересная тема Это вот с коровяка делают дрова Вот они их Как его Высушивают И потом Топят печку зимы Какого года машина? Да Во последнего Здорово Здорово А где бензин берете? Бензин там Цуриби Цуриби Да Нормальный хороший бензин Можно заправлять Ну для уаза хороший Я понял Китайцы лучше не заливать А дизель вообще нету Трахтора ж на чем? На дизеле работают? Ну Ну трактора уже все мертвые Нет Мертвые мертвые Там один трактор Это для запчастей А Это на запчасти Ну А у вас как тут семья доживет Или несколько семей 15 дворов сказали У этого водопада есть название какое-то? Селябый заролок Там водопад был Нет Мы его пропустили Сейчас вернемся А этот маленький Маленький Этот маленький И там такой же? Или чуть побольше? Чуть побольше Ну Сейчас поедем туда искать А вода Воду пить можно с водопада? Не пойму Серьезно? Вы с нее пьете? А корову буду срать А я снизу воду пью Че хоре прилину И Все летну Вот так вот Музыка 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 Понятно, что экран большой даже дома у вас не передает эти виды. Это нужно увидеть на 360 градусов. И вот мы сейчас были в селе, где настолько гостеприимный народ. Они увидели нас, 11 человек, целую команду. И говорят, были бы хотя бы чуть-чуть попозже, накормили бы нас обедом. Потому что хозяйки только начали готовить. Рассказали, показали нам все, как они здесь живут. Есть Wi-Fi, есть телевидение, есть трактора, есть машины. Они живут, считай, одной большой коммуной. Все друг друга знают, другу помогают. Вот у вас чинят, целым поселком собрались у вас починить. К вечеру заведется и поедет еще. Это и есть настоящий Дагестан. Дагестан серии. Дагестан серии. Субтитры подогнал «Симон» И наша традиционная рубрика «Оставь следующим путешественникам что-нибудь вкусненькое» И у нас, как всегда, клад будет вкусный в Гродфуд Каша перловая с мясом птицы, цыпленок в собственном соку и мега крутой плов с говядиной Сделали поправку на религию и прячем здесь недалеко от дороги на водопад Черхалё Кто пойдет, устанет, вернется, найдет клад, скушает Поэтому приятного аппетита! Координаты вы видите вот здесь Найдете, пишите нам в инстаграм Есть пять минут, плотный график Надо подкрепиться Мало того, что у меня есть тушенка Гродфуд Так у меня, смотрите, есть еще вот такой ножик, вам покажу Его выдают тем, кто съел минимум 100 банок Здесь все как надо, мультитулс такой Опа! Поэтому сейчас открываем тушеночку Надеюсь, она не пыркнет в горах Чуть-чуть и есть Вот это вот вкуснотя Берем вот какую-нибудь плюшечку вкусненькую Все окружающие смотрят, облизываются, а я беру вот так вот И просто кайфуре Гродфуд в настоящем Дагестане Добрались мы до водопада Черхалю Не смогли мы по тропинке дойти Не хватает физухи Залетели коптером, посмотрели Речка здесь протекает, Айсар И этот водопад является самым крупным и мощным в Дагестане Высота падения струи где-то 45 метров Недалеко там есть и поселок 2000, ой, где-то 2 километра Вообще жители называют этот, как его, водопад Чвахило Который обозначает падающая вода И самое интересное, что этот водопад очень много упоминается в различных литературе Картографы изучали и все такое остальное Вытекает он из ледника, мы видели эти горы Не хватило нам немножко времени добраться уже до самого снега Потому что там вообще 5 километров по каким-то там горным тропам нужно было идти На Ниве местные говорят вообще без проблем, садись в Дакачу Все такие добрые могут довезти куда угодно Ну и водопад этот, каждых 2-3 года меняет свое ложе Углубляется где-то там, пробивает стенки Но является вот такой достопримечательностью настоящего Дагестана Куда мы добрались и все это увидели своими глазами Субтитры создавал DimaTorzok Информация будет полезна для тех, кто поедет к водопаду на своем автомобиле Учитывайте, навигатор показывает, что это час 40 Но с учетом остановок на фотографии Насладиться видами займет не меньше 2,5 часов Потом дойти до водопада, туда обратно где-то час И назад дорогу Поэтому закладывайте минимум 6 часов Для того, чтобы просто проехаться по этим красивым местам, насладиться И увидеть все водопады Водопад Черхалё и водопады поселка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но этим и славится настоящий Дагестан Тем, что здесь все-таки такая аутентичность Население еще вот такое вот душевное Которое вот готово все рассказать Все показать, пригласить в дом Дорога, конечно, вся в ухабах и что-то наробилось Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что, наш фильм «Настоящий Дагестан» посмотрели? Не забудьте написать комментарии, мы ждем Что больше всего понравилось в экспедиции? В экспедиции, наверное, больше всего понравилось то, что То, к чему я все время стремлюсь Это постоянно, каждый день что-то новое То есть мы в одном моменте утром здесь Через час здесь Через два часа мы уже на горе Через полчаса мы уже спустились на один километр И вот это вот, наверное, нравится больше всего То есть то, что ты за один день Ты просто пролетаешь страну в одном направлении На другой день ты пролетаешь страну в другом направлении Разговариваешь с людьми Постоянно новые эмоции, впечатления Наверное, вот это Какая достопримечательность или локация понравилась больше всего? Однозначно это Дербент Потому что город невероятный Очень нам повезло, что мы договорились с гидом И она рассказала нам эту чудесную историю Очень интересную Хотя я читал ее за день Вечером перед сном в гостинице в Гугле Потом услышал это все более детально И очень понравилось Второе место То, что мне понравилось из Дагестана Это, наверное, башня Я не вспомню, как ее сейчас называют Вот, та, которая парит в облаках Село Кубачи Это второе место Ну и третье, это, наверное, Гамсутль Туда, куда я хотел попасть целый год Мечтал, готовился И физически понравилось, и визуально С какими трудностями столкнулся в экспедиции? Да не с какими, на самом деле Я максимально был расслаблен Моральных никаких трудностей Физических, да, было тяжело То есть мало сна Постоянно утром подъем Ты куда-то идешь, что-то снимаешь Поднимаешься на тот же Гамсутль Куда-то, два километра надо в гору ползти Моральных трудностей не было никаких То есть со всеми ребятами было комфортно Было приятно Ну, экспедиция Ничем меня не треводит Ну, то есть ничего плохого Мне эта экспедиция Никаких трудностей точно не доставила Что не получилось в экспедиции? В экспедиции Да все получилось Но понимаю, что вопрос не такой Но не получилось Наверное, не получилось Но если можно так сказать Это посмотреть чуть больше Достопримечательности То есть это было бы Ну, задача максимум Сейчас Процентов на 90 мы ее выполнили Поэтому считаю, что все получилось На каком авто поехал бы еще раз в Дагестан? Хороший вопрос Однозначно на своем Каждый день я ловил на этой мысли Как же было бы круто самому ездить по серпантину Да, понятно, мы менялись Втроем в машине Машина у Ильи обалденная Но в следующем году Если возьмут в экспедицию То только на своем Кто является выраженным лидером Кроме организаторов В этой компании Ничего не скажу Однозначно Саша У него хороший опыт Отлично коммуницирует со всеми Не представляю никакого другого лидера Кроме Александра Куда бы отправился еще С паркитосами в экспедицию? Да везде на самом деле То есть, ну, настолько душевно Парни, девчонки Настолько душевно Каждый день новая атмосфера Новые шутки Новые рассказы Какие-то Делишься впечатлениями Получаешь эмоции Отправился бы просто В любую точку планеты Абсолютно в любую С любыми трудностями На любой высоте Всюду Всюду и везде я бы хотел съездить Что добавить от себя? Добавить от себя Добавить от себя А, ну, есть что добавить от себя Добавить от себя Понимая, что у нас Мы очень были сжаты По срокам И вот хотелось бы Чуть-чуть Вот буквально Дня не хватило нам Это чтобы вот Как сейчас я сижу И с вами разговариваю На фоне этого прекрасного Каспийского моря Вот хотелось бы точно так же Посидеть среди поездки То есть Отбросить эту спешку И просто вот В моменте насладиться Вот всей нашей компании Тем, что мы находимся Там за 2,5 тысячи километров От дома С прекрасными видами Вон на горы Которые за вашей спиной И на море Которые за спиной моей Всем спасибо Ну блин, ну Ложково Как-то получилось Больше всего понравились Места, в которых мы были Виды, которые мы видели То есть Атмосфера Дагестана Фантастическая Больше всего достопримечательность Блядь Вот это не вырезай Блядь А что мы видели? Напомните мне Я потом по сторису Восстанавливаю память Это что? Это что? Вот это ебала 2 километра? Нет Нет Не понравилось Башня в облаках Наверное Что еще было? Сегодня Вот Море там Лунь Лунь Замок типа, да? Сулакский каньон Каньон Вот, каньон, да Каньон заебись Больше всего Понравилось Это Сулакский каньон Конечно Затем Очень красивое место Заезжали На водопад посмотреть Очень красиво Одевали Нам выдавали Сапоги высокие Шли через воду Чтобы его увидеть То есть Ну Шикарный Сегодня мы приехали На Каспийское море На побережье Чтобы увидеть Летающий корабль Его так называют Под названием Лунь Шикарное место Очень понравилось Так, что еще? Мне трудности Мне сложно Все называть? Ладно Я промолчу Фильм же Для нормальных Людей Материться Нельзя Так Трудности, да? Можно сказать Что бы Что было трудно Что бы Как по-другому Чего не хватало? К сожалению Не получилось Переночевать Ни разу В горах Очень Очень Ждал Обосраться Как Очень Ждал Но Ой, бля К сожалению К сожалению К сожалению Не получилось Переночевать В горах Хотя мы Очень ждали Каждый день Планировали Но погодные условия К сожалению Нам не позволили Этого сделать Хотя мы Взяли С собой Во все Четыре экипажа Достаточно Много Шмурдяка Подготовились Планировали Ночевать Минимум Четыре-пять ночей Но Опять-таки Повторюсь Погодные условия Нам не дали Этого сделать Еще один момент Конечно же Это Некоторые Возможно Разногласия В коллективе Все Дальше Ладно Следующий вопрос Еще раз Да Я поехал бы С удовольствием На автомобиле Потому что Я уверен Что за эти Коротких Семь дней Мы Успели Посмотреть Не так много А Дагестан Очень большой И здесь Смотреть Я думаю Что есть Много чего Еще раз Экспедиция Следующая экспедиция Я бы очень хотел Поехать В Азербайджан Именно в Баку Потому что Я очень Наслышанный Пересмотрел Очень много Передач Там очень Много Красивых Мест Да подожди Дай скажу Что я хочу Сказать Наша Экспедиция Удалась Самое Главное Что Никто Ни с кем Практически Не поссорился Все прошло Достаточно Удачно Посетили Очень много Красивых мест Машины У нас Практически Не ломались Поэтому С большего Я считаю Что надо ехать Надо путешествовать Не сидите Дома На диване Едьте Путешествуйте И все У вас будет Класс То есть Дагестан Ты находишься Путешествуй Не хватило Не хватило Того Что Было В планах Остановиться Где-то В горах Поставить Палатки Это было Интересно Хотели Поставить Лагерь Насладиться Природой Постоять Где-то В тишине От Людей Как бы В тишине От Ну не получилось Потому что Погода Планы были Другие Погода Должна была Быть Должно было Быть тепло Но почему-то Как мы приехали Сразу Все Резко Погода Поменялась Вот нам Не повезло В этом А так В принципе Трудности Для нас Как бы Не было Трудностей Все было Хорошо Ну на Пуэре Вот из Не знаю Других машин Из наших Четырех машин Ну конечно Пуэр Вообще Он Доставлял Комфорт Было Очень Удобно Ехать Всегда Мягко В горах На Высоте Как бы По расходу Он пока У нас В лидерах Потому что Дизельный мотор Небольшой Пока Идем В 10 литров Кроме организатора На твой взгляд Кто является Лидером Ну в каждом Экипаже Есть свой Лидер Поэтому Как минимум Четыре лидера У нас было В нашей команде Куда бы отправился Еще с паркитосами С паркитосами Вот Поехал бы В любое место Вообще Без проблем Потому что Трудности с паркитосами Даются вообще Налегке Они как бы Преодолеваются Они Незаметны Они Как-то так На Кураже На Позитиве Как бы На Эмоциях На таких Позитивных Поэтому С паркитосами Везде хорошо Ну От себя Что покупаешь? Ну Скажу Что Каждая Эспедиция Она Другая Как бы Уже Какие-то моменты Понятны Мы На самом деле Получается Уже что-то знаем Нам легче И мы Можем ехать В более Такие Далекие Расстояния В более Далекие Расстояния В более сложные Места Приезжайте К нам Ездите С нами С нами Интересно С нами Душевно С нами Классно Все Пока Всем привет